Ежегодно до 1 июня правительство устанавливает уровень предельных тарифов на коммунальные услуги на следующий год. До 15 марта снабжающие организации представляют в Комитет цен свои расчеты, на основании которых позже и устанавливаются тарифы. Принято решение на услуги газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения для населения. Уровень тарифа сохранить на уровне 1 апреля 2014 года, то есть в 2015 году не планируется повышение тарифов в этих сферах. Уровень тарифов на услуги естественных монополий в Приднестровье значительно ниже, чем в соседних странах. К примеру, в Молдове электроэнергия стоит на 50-60% дороже, а за газ потребители платят в 5 раз больше. При формировании тарифов в Приднестровье учитывают платежеспособность населения. В следующем году изменятся цифры в квитанциях за водоснабжение. Эта услуга подорожает. Один куб воды будет стоить немногим более 4 рублей. Для промышленных предприятий и других организаций в следующем году тарифы изменятся незначительно. К примеру, услуги газоснабжения вырастут от 2 до 7%, теплоснабжения до 4%. Электроэнергия подорожает только для бюджетных организаций. Род составит около 8%. Что касательно предельных тарифов, уровня тарифов для бюджетных организаций, увеличивается в размере прогнозируемого коэффициента инфляции, не более чем. Руководители бюджетных организаций, прежде всего главы, должны экономить, должны подходить с хозяйственным подходом к потреблению услуг. Потому как мы все прекрасно понимаем, что данные суммы у нас ложатся на внутренний долг бюджета. На президиуме также утвердили предельный уровень тарифов на услуги железнодорожного транспорта на территории республики. С начала следующего года эти перевозки подорожают на 4%. С 1 января 2015 года на 50 копеек может подорожать и проезд в электрическом транспорте. Это вынужденная мера. За новые троллейбусы нужно выплачивать лизинг, а старые необходимо ремонтировать. Троллейбусные управления уже долгое время работают себе в убыток. Мы установили тариф, например, на уровне 2,50 и 3, для того, чтобы, в принципе, после того, когда будут установлены тарифы на 15-й год на маршрутном такси, могли они, естественно, конкурировать с перевозчиками, тем самым могли, если будет возможность, применять и ниже. Но данный тариф рассчитан из себестоимости. В правительстве рассчитывают, что с учетом планируемого повышения зарплат и пенсий, расходы населения на оплату коммунальных услуг в следующем году не увеличатся, а, возможно, даже уменьшатся.